Ну что, ребят, всем привет! Я Тимофей Лапшин и это новый выпуск Лапшин Лайф. И это прямое включение. Сегодня мы уже провели свой этап Биатлон Опен, свой этап на нашей базе. Сегодня был спринт, дисциплина. Прошло очень классно все, было около 50 человек участников. Всем очень понравилось, но это будет в следующем выпуске. А сейчас я вам предлагаю посмотреть соревнования, как мы ездили в Павловский Посад, где была эстафета. Ну и, конечно же, приглашаю всех на наш турнир, на девятый этап, финальный. Он будет сдвоенный, это конец сезона, то есть у нас 10 этапов планировалось. Но вот этот мы сдвоим и очки будут двойные. Всех приглашаю, будут медали, грамоты и также награждения за тотал по каждой дисциплине. Поэтому всех приглашаю, приезжайте, мы вас ждем. А теперь давайте посмотрим, как мы съездили в Павловский Посад. Ну что, ребят, всем привет. Мы приехали в Павловский Посад на соревнования наши детские, наши спортики. Сейчас побегут эстафеты. Мы сейчас приехали прямо на пристрелку, как немцы, ровно. Вот наши спортики тоже подъехали. И что, пристрелка на эстафету полным ходом. Девчонки пристрелялись, и сейчас идет пристрелка юноши 11-12 лет. Наш, наш поехал. Сейчас покажем вам зону старта, но кружок здесь легкий. Практически одна равнина, что не может не радовать наших детей, что мы тренируемся пока что по равнинке. То есть они бегут по полю, спускаются, небольшой подъемчик, и на стрельбу. И вот здесь вот будет зона передачи. Вот сколько команд. Самый большой возраст 11-12 лет. Как мы видим, к возрасту 15 лет уже народ подходит к пику своей карьеры. И уже команда намного меньше участников. Самые многочисленные это 11-12 летние дети. Я, конечно же, за то, что чем раньше они встанут на лыжи, тем лучше. Но без форсажа. Наверное, в спортивной школе это трудно сделать, потому что везде нужен результат, чтобы появлялись деньги на выезды, на сборы. Поэтому такую подготовку можно запросто сделать, например, в нашем клубе, где мы детей не форсируем, не гоняем, они полномерно развиваются. И если захотят, у них будет мотивация, то они могут отлично подойти в хороших кондициях, с нормальным здоровьем, с нормальной мотивацией уже во взрослый спорт. Так, на что мы пристрелялись? Сейчас у нас уже будет, давайте старт. Вот тут старт пойдет, и появится удар. Моя задача будет подать винтовку, ну и посмотреть в другую, куда будет проводить. Сегодня у нас лидер сильный. Там на первых установках поменьше, конечно. Здесь у нас самые сильные, я считаю, что. Ну, пристрелялись нормально, вот. Но есть нюансы такие, что с одной винтовки у нас, допустим, несколько человек стреляет. И приходится делать поправки от каждого и запоминать это все дело. Это не так-то просто, на самом деле. Надо постоянно записывать и уже как бы не забыть саму этого сделать. Постреляем, сейчас, кстати, из вот таких винтовок, они называются АМАР-61, ну или вот это называется АГУ-Би-1. Вот такие вот ручки, они пружинного типа, нет у них воздуха. Ну, в принципе, вроде как неплохие винтовки. А еще, кстати, в этом году изменили центр, чтобы было 3 сантиметра. Поэтому сейчас стало очень сложнее стрелять. Стали считанные секунды до старта. Стосетка делался возраст один-то 12 лет. У нас в стенке под номером 4. Первый этап у нас стартует Мусаева Мира. Мира Мусаева, первый этап. Четвертый тур первенства в Московской области. Мира, давай, 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 прибавь. Давай, Мирочка, давай. Давай, на стрельбище идет. Стреляй, хорошо. Ну что, у нас первый этап, первый рубеж прошли. Один промах, но у них нет дополнительных патронов. Мы идем сразу на штуку. У нас девочка еще вообще совсем маленькая. И толком кататься что-то не умеет. Поэтому перейдем где-то третий, четвертый, зайду. Но это нормально для ее возраст. Я еще, она даже в эту группу еще не пойдет. Честно говоря, я еще не вспомнилась. Столько лет. Сколько лет. Поэтому у нас еще три года. Делали вообще ноль, ноль, ноль. Очень круто. Давай! И последнее, это главное. Кстати, я привез дедовский еще бинокль. Думал, он не пригодится нигде. Вот, уже пристреляемся, сколько раз уже с ним выручает. Так что деду привет и спасибо большое за вот такой вот бинокль. 105 метров, поле зрения на удалении 1000 метров. Очень хороший, мне, кстати, нравится. У нас есть еще вот никоновский, вот такой. Но мне этот больше нравится, он лучше увеличивает. Лучше видно, честно говоря. Микаэлла, давай, давай! Микаэлла, давай! Так, у нас первый рубеж прошла, Микаэлла. Тоже сутнем. Мы идем сейчас. Ну, 5-3 рубежа, у нас 1-0-0. Я пока что не видел, какие команды такие стабильные. Сейчас посмотрим. Катерок такой стабильный. Сейчас первый рубеж был хорошим. Сейчас посмотрим. Давай! Субтитры сделал DimaTorzok. У нас, к сожалению, заболела девочка. Все. Молодец! Дальше, дальше, дальше еще покатить. Время твое! Давай, 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 время! Ну что, остается минута до старта. Эстафета юноши. Первый этап. У нас бежит Амир. Посмотрим, как ребятки выступят. Девчонки у нас не доехали. Девочка третья у нас заболела, не приехала. Потом стартовали только два этапа. Но пацанов у нас, банда нахуй. Девочка третья у нас заболела. Девочка третья у нас заболела. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас я поехал на нашу лазутинку Добавил субтитры DimaTorzok И сегодня я побегу типа спринт Добавил субтитры DimaTorzok 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 И я вам скажу, что никаких нареканий по машине нет Сейчас прошел ТО так же ТО газа, ТО обычная ТО В общем, сказали все отлично И единственное, что я понял Сейчас, когда появилась дочка в семье Что машина уже стала немножко маловато И есть мысли поменять на что-то побольше Либо это оставить И какую-то дополнительную Потому что мы с Ольгой постоянно ездим в разные места И нам нужна машина И поэтому задумываемся о второй Но есть такие варианты, как абхазские машины И есть такая мысль Может быть купить такую Либо Хонду Да, она праворульная будет Но мне нравится праворульная Потому что я в Сибири И никаких проблем это не составляет У меня отец ездит до сих пор на правом руле И проблем не знает А здесь получается То есть в этой машине Багажник большой Но все равно Как сказать Если наши все вещи сложить Лыжи, коляски И вещи То мы получается просто Ну не входим Поэтому я задумываюсь о какой-то такой машине Более крупной Большой минивене Каком-то, наверное Вот Ну и В общем Посмотрим Абхазские машины Они не такие дорогие Но хотя сейчас Вот последнее В последнее время Очень подорожание цен Где-то на 100-150 тысяч Случилось Это все равно дешевле Если покупать Допустим Такой же Вариант Во Владивостоке С полной Пошлиной С таможней полной То будет на 700-800 тысяч Дороже Автомобиль Чем В Абхазии Но единственная Проблема Это нужно будет Выезжать каждый год В Абхазию Ну в принципе Это ничего страшного Здесь у нас 1700 Можно просто выехать Съездить на море Будет повод И соответственно Продлить Вывоз Из Абхазии И соответственно Ездить еще год Как вы считаете Как Такой вариант Пишите ваши комментарии По этому поводу По Абхазским Я знаю Что есть Есть Наверное 50% За И 50% Против Таких Автомобили Я наверное Из тех Кто За Вот Так что Пишите ваши комментарии Ну а мы Погнали дальше Что-то еще круп Поехали 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 поэтому на высоком дорогу на трассе не очень удобно было делать работу где-то приходилось перенапрягаться, потому что обгонять с разных сторон ну ничего, сделали тренировку, по времени все хорошо так что все нормально ну что, погнали домой сейчас еду домой, Ольга меня уже ждет, передаст мне пост Акси, вот, и я буду водиться, она поедет проводить тренировку свою и проводить тренировку клиентам кстати, если хотите попасть к ней на тренировки, пишите ей в директ в инстаграм, она вас потренирует а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok